В Тверской области на финишную прямую выходят работы по созданию Ржевского мемориала. В настоящее время на объекте завершается монтаж центрального монумента комплекса фигуры солдата. Кроме того, уже закончена установка листов картеневской стали, на которых запечатлены имена солдат и офицеров, погибших под Оржевом. По оценкам строителей, на данный момент грандиозный комплекс готов на 90%. В четверг ход работ проинспектировали глава региона Игорь Рудений, заместитель министра культуры Российской Федерации Николай Овсиенко. На Ржевском мемориале, где возводится грандиозный комплекс в честь одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны, кипит работа. Строители готовят площадку для укладки газона. Он, к слову, родом из Краснодара. Прибытие очередного слоя ожидается не позднее 25 марта. Одновременно с этим полным ходом идет отделка внутренних помещений павильонов музея. Здесь будут демонстрироваться фотографии и кадры военной хроники, связанные с операцией Марс. Ржевской битвой и событиями на Калининском фронте. А вот установка листов картеновской стали, на которых запечатлены именно солдаты и офицеров, завершена полностью. В целом, готовность грандиозного комплекса его создатели оценивают на 90%, что является даже небольшим опережением графика. Помогли строителям погодные условия. Мы вообще не рассчитывали, что будет такая зима теплая и март. Поэтому мы думали, что основной объем работы будет как раз на начало апреля. А фактически мы с начала марта начали сезонные работы делать. Разумеется, особое внимание у создателей мемориала к центральному монументу комплекса – фигуре советского солдата. Как рассказывает один из авторов проекта, архитектор Константин Фомин, в настоящее время происходит монтаж последних журавлей. На конструкции наводится, что называется, финальный лоск. Сейчас воскуют скульптуру, то есть покрывают ее воском. Мы добиваемся нужной патины, то есть определенного оттенка бронзы. Собственно, он очищается и достаточно скоро будет готов к открытию. В преддверии скорого открытия ход работ на Ржевском мемориале проинспектировали глава региона Игорь Рудене и заместитель министра культуры Российской Федерации Николай Всиенко. Должностные лица не только осмотрели территорию комплекса, но и провели совещание с участием членов правительства Тверской области, руководства Ржева и Ржевского района, генерального подрядчика и авторов проекта. Обсуждалось благоустройство прилегающей территории и создание всей необходимой инфраструктуры. В частности, речь шла о реконструкции дороги М9 Хорошего. Игорь Рудене дал поручение завершить работы до 15 апреля. Мы уже завершаем наши работы по дорожной сети. Все находится в очень высокой степени готовности. Мы имеем в виду все дорожные работы, благоустройство прилегающей территории. Мы планируем в первой декаде апреля уже укладку финишного слоя асфальта и нанесение разметки. Отметим, что Ржевский мемориал не единственное место в Ржевском районе, где идет подготовка ко Дню Победы. Кипит работа и на другом важном объекте – обелиске советским воинам. В 2019 году здесь были проведены реставрационные работы, а сейчас завершается благоустройство прилегающей территории и расположенной неподалеку парковой зоны. В этом году планируется отремонтировать подход к обелиску. Еще одним пунктом визита главы региона в Ржевский район стала местная станция скорой помощи. По словам Игоря Рудени, в ближайшее время будет принято решение о выделении средств на капитальный ремонт учреждения. Кроме того, для станции будет поставлен новый автомобиль класса «Б». Продолжение следует... Продолжение следует...